А Фоменко, режиссер, сказал, если человек говорит о том, что он делает творчество, то значит случилась беда. Я согласен. Но тем не менее, вот я уже повторялся, ну просто скажу, что вообще-то давний поклонник. И вот некоторые ваши песни, ну в частности вот, я не помню, как она точно называется, вот где, и пустяк, что не наточены ножи. Я вообще-то считаю, что это своеобразный такой микро-роман в специфической форме, исполненный. Новелла. Ну, мне кажется, это глубокий жанр. Да, ну в общем-то, мне одно время и сейчас интересно писать вот такие вот новеллки. То есть такая небольшая история. Вот если вот кто и вот ничего, что не наточены ножи. Вот, скажем, мое ощущение в этой песне, что она сделана от лица некого мужчины, тайно влюбленного в эту женщину, которая наблюдает, вот, ну ее там, личную жизнь, незадавшуюся там и так далее. Это правильно или это мне примстилось? Вы знаете, как раз это интересно тем, что каждый трактует по-своему. То, что вы слышали песни, ты заранее знаешь, что я у тебя спрошу, где он? Кто? Заранее. Да, что значит быть известным человеком, оно не дает сосредоточиться. Ну, а вот сами вы когда писали вот это, что вы тут вкладывали? Ну, это не имеет теперь уже никакого значения, потому что, я говорю, мне даже гораздо приятнее, когда каждый человек видит свое и представляет свое. Иногда мне рассказывают, что вот у вас песня, например, «Я сбежал», какая песня про французских эмигрантов, а там этого вообще нет. Они говорят, как вы про нас написали, хорошо. Ну, значит, все-таки почувствуй, значит, что-то все-таки есть. А, кстати, вот, секундочку, я прошу прощения. Так, я согласен с тем, что если ничего нет, не заложено, нет искры, то ничего и не будет. Ну, вот все-таки, мне интересно, как вот конкретно, я так понял, что вы не из такой семьи, которая там, ну, сказать, близка вот к литературным темам, жанрамам и так далее. Ну, вот что вот вас пробудило, что заставило, чего-то вдруг взяли за гитару? Я понятия не имею, почему так произошло. Да, потому что, действительно, я, родители у меня простые люди, и не имеющие никакого отношения ни к театру, ни к музыке, ни к искусству никакого. Да и я-то, в общем-то, условное отношение имею к этому. Ну, так-то скромные, это вам делает честь, конечно. Но, тем не менее, мне кажется, свой вклад вот в такое, ну, своеобразное искусство вносится, конечно. Ну, так вот получается. И, на самом деле, я думаю, что... Я даже рад. По моей конституции я не люблю учиться. Что же, такой изначально талантливый, что ли? Ну, как, чему-то же надо научиться. Нет, 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 конечно, если бы, если бы сейчас мне было туго, я не зарабатывал денег, и, значит, я бы, наверное, что-то делал, чему-то обучился и что-то бы делал, да? Ну, так получается, что нас звонят, приглашают на концерты, и мы поем, мы получаем деньги. Прекрасно. И получаем удовольствие. Вы знаете, лучшая работа – это оплачиваемое хобби. Да, вот оно так и получается. И поэтому, слава Богу, что так вот получается. Нет, это прекрасно. Вот я, опять же, я тоже не склонен там делить, насколько масштабен, там, не масштабен, это никому не нужно. Но, вот, скажем, лично я, как один из многих, так сказать, ваших читателей, так, условно скажем, ну, с удовольствием слушаю. Вот у меня два диска, например, есть. Я сумел достать их от вашего. Светлое прошлое. Светлое прошлое. И еще вот, давай с тобой поговорим. У вас еще есть диски? Вот сейчас мы записали новый диск, который меня очень радует. Он будет называться «Лето – это маленькая жизнь». И там вот будут «С добрым утром любимая» и новые песни. Да. И, ну, кроме этого, у нас семь дисков вообще. Да, большинство. То есть один нашел в Кельне, в Германии. И вот три года сделали поэтический перевод. То есть там большая работа такая пройдет. А, ну, то есть на немецком языке. Ну, мне интересует только на русском, конечно. Нет, мы поем на русском, но там вложено к нему. Это книжечка с переводами поэтическими на немецкий язык. И южноафриканский диск – это живой концерт в Южной Африке. И песни Лисбера, где я исполняю теперь какую-то деньгах. А если это больше? Ну, ясно, что искать. Ну, а иду, конечно. Вот, ну, самая большая радость, как я говорю, для меня лично, это то, что, наверное, мы сейчас делаем мастеринг, и осенью выйдет вот дисклет и эта маленькая жизнь. Ну, еще раз, с удовольствием послушаем. А вообще, вот, вы сами к себе, ну, вы скромный человек, я это понял. Я этому рад, кстати. Вы себя, так сказать, поэтом, музыкантом как-то считаете? А это не имеет никакого смысла. Ну, я не считаю себя никем. То есть, кому надо... Нет, ну как, вы уже человек, вы уже известный человек. Нет, кому надо, кому надо, они как вот называют, так меня это и устраивает. То есть, хотите называть, там, поэт и композитор, хотя как-то, ну, хотите называть автор исполнитель, хотите называть актер, то есть от этого суть абсолютно не меняется, поэтому я же не буду всем говорить, ну-ка, перестаньте так меня называть, называйте меня вот так. Да ради бога. Ну, раньше всегда писали, сказали, что родовая книжка, ты кто? Инженерная там, условно говоря, да? Ну, мне все равно. Все равно. Потому что я вообще перебрал массу профессий. А кем вы были? Ну, кем я только не был. Ну, вы достаточно молодой человек. Нет, мне уже 40 лет, и вот за это время я уже и поработал везде, зарабатывая деньги и, скажем, получая какую-то экзотику и завклубом, и дворником очень. Кстати, вот дворник, это вообще профессия будущего. Я думаю, мне казалось, что это профессия прошлой. Дворники всегда стояли на службе ТССКного отделения, между прочим. Для меня, мне, опять же, неинтересно и неважно, где там кто стоял. Но я, а, то есть до революции. До революции. Ну, и в старинские времена тоже, между прочим. Я говорю о другом, что какая еще профессия может позволить соединить в себе физическую нагрузку и возможность наблюдать природу во всех ее проявлениях. На рассвете и в разные времена года. Представляете? А вы что больше наблюдаете, природа или людей? А все вместе. Жизнь. То есть встаешь утром, берешь метелочку. И это же гармоническое развитие личности. Помял, достал блокнотик. Вы мне рассказали, мне тоже доводилось работать ночным сторожем. Ну вот. Так что я согласен. Записал строчку, дальше пошел. Помните, у Льва Толстого есть. Пашню попашешь, попишешь стихи. Вот, да. Нет, я это с большим удовольствием вспоминаю. И при первой же возможности буду работать. Ну, что же. Посмотрим, что будет. А вообще, вот, ну, я понимаю, что это специфичный способ отражения действительности, но вам хватает вот просто жизненных впечатлений или, ну, что-то вы читаете, что-то там специальное? Конечно, читаю, с большим удовольствием. Что именно? Здесь нет какой-то одного слоя какого-то хорошей литературы. Ну, что вы предпочитаете? Я предпочитаю все это внезапно. То, что советуют друзья, то, что на что хватает время. Я эти книжки откладываю, а потом, значит, почитываю. Ну, есть вот вершины. Например, я с любой, с любой страницы могу читать Шукшина. Это вот, это как раз не для повышения чего-то, а просто для получения удовольствия. Для повышения чего-то, как раз очень, да. Ну, может быть, для ощущения жизни. А, допустим, Ричард Бах тоже вот это дает какой-то тебе, да? Я не читал. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Нет, этого я не читал. Это вам обязательно надо прочитать. Дело в том, что там нет чего, я, извините, не поэт. Нет, вы получите громадное удовольствие. Это вам скажет любой, потому что это книга, которую, она случайно у него получилась. Он больше ничего такого не написал. Но это как пирожок Боба Бимона. То есть это 8-9. Я помню этот пирожок. Это, вот эта книга, вы получите железное удовольствие и откроются какие-то другие вещи. Как вот сейчас, по-моему, Джеймс Слейд, я посмотрел «Честование» у спектакля Трушкина. Да, я смотрел, я был. У нас приезжали... Я был поражен больше всего ни режиссурой, ни актерской игрой, хотя это все было прекрасно, а самой пьесой, видением, вот какие-то открытия. Вот такие книги, конечно. Я согласен. Кстати, вы владеете языками, кроме русского? Это моя большая радость. Представляете, вы же знаете, как мы учили в школе язык? Мы все учились понемногу. Просто никак, просто по нулям. Не было нужды. И когда я его и забыл быстренько, там, учиться-то я не люблю, а находясь в Германии 4 года, по 2 месяца там, выезжая на гастроль, как-то у нас это задалось, и мы проехали больше 400 городов в Западной Германии. Класс. И я просто как-то стал разговаривать по-немецки. И причем с каким-то... Ну, доказать, ты что-нибудь скажи по-немецки. С глубинными. Ну, с глубинными. Их вас них гена у вас муж их загон, а у в дочь оба их амбисхен шпрехе девочек. А в переводе на российский что это означает? Ну, кто знает немецкий, они поймут. А, ну, я так думаю, нас не так-то много таковы. А еще вот вопрос, Сарик. Вообще-то прекрасно. Вы на немецком что-то и поете, или это только на русском у вас получается? Нет, вот несколько песен немцы перевели именно так, что их можно петь. И из этих нескольких переводов два песни, самая любимая песня «И давай с собой поговорим», они очень удачные. И это всегда было удивительно наблюдать, потому что немцы... Ну, это чисто российский «Давай с собой поговорю» даже в поезде. Немцы стараются улыбаться и понять, когда ты поешь по-русски, но они не могут этого понять, даже зная хорошо языка, потому что они не знают нюансы. Реально нюансы, да, я согласен. А когда... Галька, ну, что ты как это? Ну, что ты? Да, ну, хватит, но один раз помахала. Это действительно... Ты мне сосредоточиться не даешь. Вот женщины, они же все такие не дают сосредоточиться мужчине. О чем я говорил-то? О том, что немцы не могут понять русский язык. Так вот, они не могут понять, но когда я вдруг по-немецки начинаю петь эту песню, и сам перестаю понимать, о чем я пою, потому что там пошли нюансы. У них меняются лица и меняются глаза. Для них звучит прекрасный, ну, как, я не знаю, перевод, наверное, может быть, он лучше, чем задержание. Но я вижу, что на них... А перевод не вами выполняют? Нет, ну что вы. Перевод должен делаться немцам, для того, чтобы... Но вы же автор, вы же лучше это знаете как-то. Нет, я знаю это на русском, и я не смогу так перевести на немецкий, потому что знать вот... Вот я могу немецкую песню перевести на русский, адаптировать. Тогда я постараюсь так, чтобы русские это услышали, и на них это подействовать. А, кстати, если же на это пошло, у немцев есть вот такое течение, ну, так сказать, личного, так сказать, творчества, как авторская песня или... Ну, я полагаю, что это городской романс, но это не вам, как это назвать. Нет, есть, есть у них Вольф Бирман, вроде нашего Кужала. Они, кстати, и дружны, и мы с ним встречались. Есть какой-нибудь Рейнхард Майн, по-моему. Вот Майн точно, фамилия у него. То есть известный автор. Да, несколько таких вот авторов, ну, это везде, в общем-то, в Италии, там, Брандуарди, во Франции. Слушай, вы хорошо изучили Европу-то, а? А мы действительно были много, и были во Франции, в Бельгии, в Италии, и эти контакты, они были достаточно обширные. У нас было много радиопередач, и даже на каких-то престижных таких радиостанциях. Например, «Матин Эдер Лидерзенга», это такая, на ВДР передача, и полный зал 900 человек всю неделю по всей Германии была реклама, и нам заплатили очень хороший гонорар. И, то есть, это уровень. Я представляю. То есть, немцы, в отличие от, скажем, бывших русских, когда они наших артистов делят на 8, там, как-то, ну, вам это хватит, они относятся очень уважительно, немцы, и, в общем-то, когда вы приехали в гости, а не насовсем, тебе хорошо относятся. Ясно, считай за человека. Ясно, я там не был, не знаю. Олег, даже в этом жанре? Даже в этом жанре. А уж не говоря о классической музыке, скажем. Я представляю. Олег, еще один такой вопрос, чтобы я уже чувствую мучу, но последний, будем, скажем так. Вот, есть такое выражение, значит, есть такое обычае у поэтов, круг сойдясь, оплевывать друг друга. Но поэты ревниво, ну, что назову вас поэтом, вы же все-таки в ритмах слагаете. Ради Бога. Так вот, вот у вас как складываются отношения с коллегами по цеху, так сказать? Да прекрасные отношения, видите, знаете, в любом вопросе, в любом вопросе, даже сложном и деликатном, всегда важен уровень культуры. И нет никаких правил, а есть вот именно уровень культуры, благодаря которому человек относится так или иначе. А в этой среде уровень культуры довольно высок, за исключением меня. Ну, чего вы так себя принижаете? Нет, мне просто. Нет, я так считаю, что раз вы сумели достичь известности, значит, у вас что-то есть. Значит, уже надо уважать это. Это не меня судить. Ну, это огонь, который Господь зажег в каждом. Значит, что-то зажег же у вас. Я очень рад, что я нахожусь среди этих людей, и я в восторге. Вот вчера был концерт на горе, я просто балдел, когда выходил Кукин и пел свою «Айеда за туманом», когда выходил Суханов и пел «Лишь зеленая карета». И как это всё вот в этот тёплый вечер звучало? А что же говорить о нас, зрителях, слушателях, которые, знаете, вот это связано с молодостью, это связано с определённым мироощущением, которое, ну, какое-то странное. Так а я её тоже слушаю. Я понимаю, ну, у вас как-то, может быть, немножко по-другому.